Проводить его превосходительство. А теперь Генеральная Ассамблея заслушает заявление его превосходительства Синзо Абе, премьер-министра Японии. Прошу сотрудников протокола сопроводить его превосходительство. Для меня большая честь поприветствовать премьер-министра Японии, его превосходительства Синзо Абе. Предлагаю ему обратиться к Генеральной Ассамблее. Продолжение следует... 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 Буклеты в лагерях беженцев в Палестине, Сирии и Ордании, чтобы материнская любовь преобразовала те традиции, которые зачастую создают отчаяние и страх. И мы знаем, что некоторые женщины по-прежнему берут с собой эти книги, даже отправляясь в сложный путь. Я был удивлен, что концепция безопасности человека дает реальные результаты даже в чрезвычайно сложных, страшных обстоятельствах. Господин председатель, дамы и господа, верховство права, принцип правенства перед законом и ценности соблюдаются в Японии. И главное в этих принципах – это создание человеческого потенциала. Хотел бы поделиться эпизодом, когда молодая японская женщина добилась существенных успехов, оказывая помощь полиции. Для того, чтобы бороться с насилием и страхом, очень важно создавать надлежащие полицейские организации. И вот, веря в это, мы нашу энергию прилагаем на то, чтобы подготовить полицию в Афганистане и многих других местах. Этим мы занимаемся в ДРК 2004 года. Японское международное агентство сотрудничества, Джика, оказывает содействие подготовки национальной полиции и занимается этим до сегодняшнего дня. В настоящее время более чем 20 тысяч полицейских подготовлено. В это число входят и полицейские женщины. Бывшие повстанцы также вошли в эту группу, и их очень много. Наш лозунг состоит в том, чтобы полицейские были дружелюбны местному населению. Джика разработала план подготовки, осуществляет его. И постоянно наши женщины занимаются этой проблематикой в ДРК. ДРК. Одна из этих женщин, ее коллеги называли «маленький гигант». Она действительно небольшого роста, но обучает крупных мужчин-полицейских. Она никогда не отворачивается от сложностей. И использует все инициативы, использует французский, который она выучила. И национальные полицейские ей доверяют. Здесь два года назад в Генеральной Ассамблее я подчеркнул то, что новый лозунг Японии – это активно вкладывать в мир за счет принципов международного сотрудничества. Так вот, эта женщина, о которой я говорю, – это одна из японцев, которая оказалась на передовой. Дамы и господа, второе. Мы видим, что женщины сейчас выполняют много ролей, которые будут влиять на будущее Японии. Что касается внешней помощи, мы особый упор делаем на политику и меры, которые обеспечивают безопасность, здоровье и мир для женщин, поддерживают их права человека. В странах, которые выходят в состояние гражданских войн, японские женщины вносят огромный вклад в задачу подготовки тех, кто будет поддерживать верховенство права. И я очень этим горжусь. Учитывая эти возможности, я настоятельно призываю международное сообщество сделать так, чтобы 21 век стал эрой прав человека для женщин. Сегодня мне очень важно отметить, что мы приняли план действий относительно участия и защиты женщин на основе резолюции Совета Безопасности 1325. Защита женщин и девочек от насилия, предоставление им базовых услуг здравоохранения является важным моментом в рамках плана действий Японии. Кроме того, в этом году, второй год подряд, мы провели Всемирную ассамблею женщин 2015, где состоялись серьезные дискуссии для создания общества, процветания для женщин. Господин председатель, дамы и господа, ООН действительно является организацией для оптимистов и реалистов, чтобы они объединяли свои усилия. Это организация, которая определяет будущее, и именно этим она занималась 70 лет своей истории. Несколько моментов хотелось бы подчеркнуть при рассмотрении нынешней ситуации. Первое. Относительно Северной Кореи. Япония будет работать во взаимодействии с соответствующими странами для того, чтобы комплексно решить остающиеся вопросы, в том числе похищения, а также вопросы, связанные с ядерными и ракетными проблемами. В этом году мы отмечаем 70-летие атомных бомб в Хирошиме и Нагасаки, а также это год, когда мы все скорбим. Однако, к сожалению, в ряде областей по-прежнему повышаются ядерные арсеналы, и это делается без какой-либо транспоредности. Кроме того, на обзорной конференции сторон ДНИАО мы не смогли выйти на руководящие принципы для будущего сокращения ядерных потенциалов. Сокращение ядерных потенциалов должно поступательно осуществляться США и Россией, но Япония также считает, что и другие государства, которые обладают ядерным оружием, должны от них отказаться. При полной решимости обеспечить полное искоренение ядерного оружия, Япония готовит новый проект резолюции для поощрения единства действий международного сообщества. Я уверен, что эта резолюция получит поддержку крупного большинства стран. Господин председатель, дамы и господа, это год 70-летия основания ООН, и основное усилие теперь направлено на реформу Совета Безопасности. Она уже началась. На предыдущих сессиях Генеральной Ассамблеи серьезные усилия уже прилагались для того, чтобы расширить реформу Совета Безопасности ООН. Кроме того, две недели назад здесь, в зале, этот энтузиазм был передан нынешней сессии, и этот энтузиазм мы пронесем и дальше. Мы и далее будем стремиться, как Япония, к реформе Совета Безопасности за счет сотрудничества с вами, господин председатель, и другими государственными членами. Япония хотела бы стать постоянным членом Совета Безопасности и внести вклад с размерной этому статусу. Главное, Япония была и остается миролюбивой нацией. В течение последних 70 лет мы добились больших успехов в создании мира и безопасности и процветания по всему миру. В Камбудже, Тимур и Леште, мы прилагаем дипломатические усилия, выделяем миротворцев и оказываем содействие в долгосрочном урегулировании. Есть три основы в рамках выполнения структуры ОПМ. Первое – это процесс принятия решений для того, чтобы определить, что сделать и где. За этим должна вестись необходимая подготовка персонала и финансирование. И, наконец, развертывается процесс операции на местах. Япония смогла заполнить пробел в информации, который существует между этими разными слоями. Кроме того, Япония внесла положительный вклад и сыграла ведущую роль в выполнении своей ответственности на каждом из этих слоев. Вот сейчас, в этот момент, в Южном Судане члены нашего инженерного подразделения работают 24 часа в сутки. В Кении эксперты на местах готовят представителей вооруженных сил Кении, Уганды, Танзании и Руанды. В том, как работать с инженерным оборудованием. Некоторые ОПМ проходят в среде, где нет дорог и разрушенная инфраструктура. Япония, со своей стороны, недавно подготовила внутреннее законодательство, которое позволяет нам вносить больший вклад в ОПМ. Второе. Япония ценит партнерство и национальную ответственность. В течение многих лет мы боремся за благосостояние, обеспечиваем процветание международного сотрудничества, доказываем его значимость. И ответственность народов за определение своей и собственной жизни. В этом состоит наша конечная цель. Отсюда проистекает концепция благосостояния человека. Здесь она берет свое начало. И в-третьих, Япония всегда прилагает усилие и активно слушает голоса соответствующих сторон. Три дня назад я провел совещание с лидерами стран Африканской региональной экономической комиссии. В Японии мы также постоянно проводим совещание африканского развития, которое существует уже в течение 20 лет. Тиката в следующем году впервые пройдет в Африке. Посмотрим на весь спектр африканских мнений. Вчера я также провел совещание с лидерами островных стран Тихого океана. Мы обсуждали Всемирный день цунами 5 ноября и посмотрели, как улучшить потенциал реагирования на цунами. Впервые, когда Япония стала непостоянным членом Совета Безопасности, это было в 58-м году, то есть два года спустя после того, как мы присоединились к ООН. Если мы вновь будем избраны в Совет осенью этого года, это уже будет 11-й срок пребывания в Совете. Япония является страной, которая постоянно проводит у себя коллегиальные обзоры. И это сильная сторона Японии, и все вы можете у нас поучиться. Япония намерена использовать эти сильные стороны, чтобы подкреплять таким образом и ООН. Японцы – это народ, которые всегда относились к ООН, к этим буквам, как к чему-то выбитому в золоте. И, пользуясь нашим лозунгом «Активный вклад в мир на основе принципов международного сотрудничества», мы готовы преобразовать Совет Безопасности в орган, который соответствует 21 веку. И, как постоянные члены Совета Безопасности, мы могли бы внести больший вклад в всемирные миры и процветание. На этом я завершаю свое выступление. Надеюсь, что...